Порычи. Не, я тебе так просто не отдам ее. Я самый старый страшный волк. Вчера я только что заставил. Здорово, что ли? Нет, ты не туда полез. У тебя место есть здесь свободное? А то меня есть или нет? А, почесать тебе. Я тебя спрашиваю, у тебя место есть свободное? А то меня из дома выгонят, я приду к тебе жить. Ну, сейчас не пойду, пусть потеплеет маленечко. Потеплеет, солнышко появится, а так все так холодно. Я спрашиваю, у тебя место есть, нет? Если место есть свободное, и ты меня примешь в свою стаду. Ты? Тебе? Да? Не, ну я тебе так сразу-то ее не отдам. Сначала немножко послужи, поручи. Не, я тебе так просто не отдам ее. Ты ее, она у тебя лежала всю зиму, не нужна была. А сейчас вот как я только в руки взял, она тебе сразу понадобилась. Я тебе так просто не отдам ее. Попроси сначала, попроси. В общем, проверяю, сухо у собаки или нет. Видос за волком. Ответ на вопрос. Мне требует, я часто спрашиваю, есть ли у вас волки? Ну где есть, в деревне? В деревне есть, конечно. Вы что, не видите, что ли? Я самый старый страшный волк. Я поросятам знаю толк. Как Леона там. Ставим лайки или дизлайки, подписываемся на канал. А если по делу, по существу, вот, показать по деревне, не могу. У нас по деревне волков не бегает. Будет свободное время, вот у меня после обеда. Я выйду за деревню и покажу, покажу, какой у нас лес, какая у нас есть живность. И объясню, почему я держу собак крупной породы Алабаев. Где косточка? Ты что с косточкой вместе ушел? Иди ко мне, поделимся, поделись со мной косточкой. Гектор, иди ко мне, говорю. Ты что, уже спрятал косточку? Почему я тебе только одну косточку приносил? Больше нету. Тихо, тихо, ты меня, это, только нос не разбей. Своим бросящим рылом. Как тепло будет, я к тебе приду жить. Сегодня вакцинировали. Ставили, значит, до этого ставили, гельминтоз проводили этим. Собакам, телятам. А сегодня делали прививки от бешенства. Чтобы не взбесились. Ну все, у тебя тут хорошо, я пойду домой. Пока что с дивана не выгнали, я посижу на диване. А в свободное время, как потеплее, я приду к тебе. Перчатка. Так моя перчатка, она мне нужна, перчатка. Зачем ты перчатку мне выхватываешь? Ох, морда, ох, морда. Одному скучно. А здесь-то, конечно, вдвоем-то интереснее. Вдвоем-то, конечно, будет интереснее жить. Косточку ты куда дел? Я же тебе косточку принес. Ты куда дел косточку? А? Чего такое? Почесать тебе. Ох, ох, собачья нежность. Дома? В квартире такую собаку держать никак нельзя. Ей нужна территория, ей нужно помещение, чтобы она ходила, двигалась. И сама по себе, вот здесь на улице не чувствуется, а собачатиной привед от него, кошмар. У дикого зверя весна. У дикого зверя семейства собачьих начался гон. Вот как его видно, как он проявляется, попробую показать. Но это не сегодня было, на днях два или три дня назад. Подъезжаем к деревне, а у нас всего, вот когда едешь, к нему подъезжаешь, если посмотреть внимательно, будет видно, что всего стоит Г, основные улицы, буквой Г, возле озера, вокруг озера. А вокруг село буквально опоясано лесным массивом. Это Западная Сибирь. Здесь климат помягче. Лесной массив огромный, огромный. Вот с этой стороны вместо лесхоз делал рекультивацию. Была береза, березу убрали, посадили сосну. А с этой стороны, вот этой сосне, наверное, уже много, лет 50, еще в советские времена, лесхоз высадил сосну. И вот дорога, вот этот лесной массив, разделяет на две части. К селу подъезжаем. Я такой, ну, целый день работаешь, уставший. Что такое, елки-палки? И жена мне еще говорит, смотри, смотри. Ну, пока успел, пока нацелился. Вот что успел там зацепить, то показать. Ну, гон. Сегодня буквально приходил ветврач, делал ветообработку и сразу ставил уколы от бешенца. Потому что лесной зверь, хищник, снега много, потеплело, у них гон. Возможно, бешенца, чтобы предотвратить вот это вот опасное инфекционное заболевание бешенцу, делают вакцинацию. Ну, я не знаю, бешеная была леса, не бешеная. Но если дома, если в 50 метрах от деревни уже бегает дикий зверь, хищник, то ночью наверняка он заходит в деревню, по деревне бегает. Вот для того и держу собак, чтобы они не подходили. И сразу спрашивали, много раз уже спрашивали, с разных регионов, даже в ближайших, есть ли у вас волки. Ну, волков я, честно скажу, поляру, я специально не охочусь не хожу, но волка я не видел. Тут хватает другого хищника. Тут енотовидная собака, лиса, видели медведя, ну, правда, я не знаю там, я видел следы до какашки, больше не, лучше не видеть, конечно. Ну, вот так вот проявляется, приходят дикие-дикие животные в село. А так, волков я не видел. Весна потеплела, у всех начинается, щепка на щепку лезть. Вроде бы как перспективы есть. Неужели, неужели скоро будет тепло? Подписываемся, ставим лайки, дизлайки. Что еще интересное покажу-то расскажу. А пока я в деревню поехал. Субтитры сделал DimaTorzok